В свете того, что Вы сейчас объяснили, если я правильно понял, что потоп внутри потопа есть губитель духовный, который посылает Творец, чтобы почистить наше желание. Так вот, этот внутренний губитель, он тот, кто мешает нам, когда мы хотим сделать действие ради духовного. Вопрос — какая необходимость у Творца поместить губителя внутри губителя? Для чего это? У нас есть две силы — Бина и Малхот. Нам нужно раскрыть их, определить их, понять связь между ними, как нам работать с ними двумя, и тогда таким образом продвигаться. Поэтому у нас есть два губителя. Один — это губитель со стороны Малху, другой — со стороны Бины. И это то, что определяет, что мы находимся между двумя мирами — мир материальный и мир духовный. Мы находимся между двумя телами. Одно тело — это наше биологическое тело, так скажем, когда мы раскрываем его существующим в этом мире. А второе тело — это духовное наше тело, желание радиодачи, которое существует на духовном уровне. И всё это следует, то, что происходит одно внутри другого, что истинный губитель сидит внутри, внутри внешнего губителя — это из того, что мы состоим из материала Малхут, но хотим прийти к свойствам, к поведению, как Бина. Поэтому у нас есть два уровня. Мы — творение, находящееся на уровне Малхут, а творец находится на уровне Бины. И его мы хотим постичь, научиться его поведению, облачиться на него. Мы хотим быть подобными Творцу. Поэтому есть два уровня. И две эти формы, которые мешают нам — одна со стороны Малхут, другая со стороны Бины. Нам нужно понять, что это помощь в противоположности. И нет здесь ничего, что мешало бы, а только в таком виде это пробуждает нас, не даёт нам покоя. Иначе мы бы согласились ничего не делать, заснуть. Но именно эти два губителя, они всё время толкают нас и выталкивают нас наверх к цели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова